Девушки отдыхают Леонид Алексеевич, Алло, Припять, 3-й и 4-й блок горит крыши в результате аварии взрыва. Уверь его, давай. Так, уже подтвердили? Не подтвердили, авария там произошла у них, это диспетчер из Припяти сказала. В сентябре этого года наша команда Born to Travel совершила поездку в город Чернобыль на место аварии атомной электростанции. Встретились мы рано утром и сели в маршрутку и поехали в направлении города Чернобыль. На самом деле, очень впечатлило, что на ликвидацию этой катастрофы было потрачено 13, внимание, 13 годовых бюджетов СССР. С временем моросил дождь, не было солнца, и было так очень похмуро, и нас привезли в этот детский садик, в одном из близлежащих сел. Детский садик небольшой, но жутковато, конечно, такой моросит, мы в лесу, детский садик этот в лесу, не знаю, может быть территория тогда была довольно-таки облагорожена, но в данный момент это лес. Причем, и так вот заходишь, и вот видно, люди просто оставили все как было. То есть стоят детские кроватки, детские какие-то тапочки лежат, какие-то детские куклы, детские унитазики, все вот это просто брошено. В то время советские инженеры пытались использовать технику на дистанционном управлении, чтобы не привлекать человеческий резерв. Но уровень радиации был такой, что просто электроплата и электротехника не выдерживала такого уровня радиации, эти просто платы горели, и вся эта робототехника, которая была на дистанционном управлении, она оказалась бесполезной. 30-километровая зона вокруг Чернобыля, она ограждена, и туда ограничен доступ человека. Соответственно, все эти, все животные, они понимают, что на них никто не охотится, и размножаются бесконтрольно, вернее, они просто размножаются, им никто не мешает. Поэтому видели из леса, то есть мы реально видели, как из леса вышла лиса, и мы ее как собачку вот так, и она реально подбежала и ела с рук. Мы были в таких зданиях старой постройки, в которых 30 лет уже не бывала ни нога, ни рука человека, и что могу вам сказать? Могу вам сказать, что, скорее всего, через 30 лет мы эти здания уже не увидим. В некоторых зданиях был провален пол, в некоторых зданиях была провалена крыша, и экскурсоводы рекомендовали нам быть крайне аккуратными, как можно было реально где-то провалиться или поймать какой-то кирпич себе на голову. В конце экскурсии каждый участник проходил радиометрический контроль. То есть при выходе мы проходили через специальные ворота, которые показывали, если ты где-то заражен, то даже прям показывали участок твоего тела, одежды, где находится радиоактивная пыль. Затем мы поехали на огромнейшую военную установку, это называется радиолокационная станция, которая поражает своими размерами. Высоту на 150 метров, и она была разработана для выявления запуска вражеских ракет. Ирония судьбы заключается в том, что она на самом деле не просуществовала ни одного дня. Участники экскурсии и вся команда Born to Travel благодарит за организацию Сергея Кулешова. Также хочется сказать, что 14 декабря вся наша команда отправляется в Буковель на лыжи. Специально для этого мы снимаем отдельный вагон. Внимание, отдельный вагон только под нас. Присоединяйтесь, пьянка будет знатной. Присоединяйтесь, пьянка будет знатной.